Пермский судостроительный завод. Именно здесь во время войны создавали бронекатера, а сейчас строят и ремонтируют пассажирские и грузовые суда, а также создают причалы для речного электротранспорта. На этой неделе промышленная территория стала театральной площадкой. Здесь в рамках Дягилевского фестиваля проходят аудиоспектакли. То есть музыкально-драматическое произведение публика слушает в записи, в наушниках, а видео рядом ей служит пространство завода. Это создает эффект дополненной реальности, когда в голове возникают новые ассоциации и смыслы. Вот это само пространство сейчас становится, благодаря каким-то нашим небольшим вмешательствам именно аудиоистории, становится на какое-то время такой сакральной зоной, где мы проходим сквозь разное время. И вот это место начинает, зритель может сам проинтерпретировать, как вот эти механизмы местные работают с этим текстом, с этой историей. Этот аудиоспектакль основан на творчестве и биографии Игоря Стравинского и построен на его беседах и воспоминаниях. Один из самых ярких и неординарных композиторов 20 века пережил революцию, две мировые войны, потерю близких, эмигрировал во Францию, а затем в США. Музыковеды называют Стравинского «человеком тысячи и одного стиля». Он находился в постоянном поиске и экспериментах. Размышления композитора озвучены актерами, но временами в записи звучит живой голос маэстро из его интервью. Этот аудиоспектакль называется «Персифона до». Это своеобразный приквел, предваряющий премьеру постановку Персифона на музыку Стравинского и знакомящий публику с творчеством маэстро. На первом тестовом аудиоспектакле побывал и представитель Пермской судоверфи. Представление понравилось. Мне удалось взглянуть под другим углом на те места, которые я вижу каждый день. В целом нам удалось достаточно удачно подобрать время спектаклей и скомбинировать это с нашим производственным графиком. Поэтому каких-то кардинальных изменений удалось избежать. Всего на производственной площадке планируется провести больше 20 сеансов, каждый продолжительностью около часа. Подробности можно узнать на сайте Дягилевского фестиваля. Юлия Языкова, Константин Старков, Телевизионная служба новостей.